МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по Украине за время войны. Самой России обстрелом подверглись несколько регионов. В Тегеране убит лидер политического крыла экстремистской группировки Хамас Исмаил Хания. Представители руководства ЕС раскритиковали решение Венгрии упростить процесс легализации в стране граждан России и Белоруссии. Также сегодня... Антуан де Сент-Экзюпери, пилот почтовых линий в мирное время, пилот, исчезнувший в небе, оставил нам письмо, которое мы не устаем читать. 80 лет назад погиб французский писатель, автор сказки «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных атак беспилотниками на Украину с начала полномасштабного вторжения. По данным воздушных сил украинской армии, ночью Россия выпустила по Украине около 90 ударных дронов и одну ракету. Все они были сбиты, в том числе более 40 беспилотников на подлете к Киеву. В самой России обстрелом за минувшие сутки подверглись Белгородской и Курской области. В городе Шибекино в результате нанесенного удара загорелась желая многоэтажка. Пострадавших нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков разместил в своем телеграм-канале видео, на котором он общается с жителями региона, чье поврежденное жилье сейчас ремонтируется. Во время разговора слышен мощный взрыв. Я надеюсь, что мы в этом году вам, как говорили, осенью, и они будут лучше, чем в Москве. Мы уже самые согласны с работой. Это был фрагмент общения губернатора. Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями. Зачем вообще была начата эта война, никто из участников этого общения у Гладкова не спросил. Ну или не решился спросить. Время свободы. Палестинская радикальная группировка «Хамас», признанная террористической организацией в США и Европейском Союзе, объявила, что ее политический лидер Исмаил Ханье был убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране. Ханье прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пизешкияна. Вчера же израильские средства массовой информации сообщили, что в Бейруте был убит Фуад Шукар, известный как Аль-Хадж Мухсин, военный советник лидера проиранской группировки «Хизбалла» Хасана Насралы, которая постоянно обстреливает северные районы Израиля. Аль-Хадж Мухсина называют вторым человеком в Хизбалле и руководителем ее боевого крыла. Исмаил Ханье и Аль-Хадж Мухсин были убиты через три дня после того, как при обстреле Хизбаллой с территории Ливана Друзской деревни на контролируемых Израилем голландских высотах были убиты 12 детей. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху тогда заявил, что Израиль нанесет ответный удар. Мой собеседник – политолог-востоковед Андрей Остальский. Очень многие ждали ответного удара Израиля после обстрела друзской деревни Маджаль-Шамс на голландских высотах. Сейчас ликвидирован один из лидеров группировки «Хамас». И еще известно о том, что кто-то из высокопоставленных представителей группировки «Хизбалла» тоже был убит. А можно ли, как вы считаете, вот эти ликвидации расценивать именно как ответный удар на вот тот обстрел голландских высот? Ну, наверное, так и есть. Был в довольно сложном положении Израиль. Давление американцы оказывали нешуточное, добиваясь того, чтобы Израиль проявил сдержанность, чтобы не вылилась ситуация в полномасштабную войну между Хизбаллой и Израилем, с одной стороны, и, может быть, даже с прямым подключением Ирана и так далее. В общем, всякие такие страшилки звучали вовсю, и можно понять озабоченность Вашингтона вполне. Заседал там довольно долго Совет Безопасности, израильский кабинет там или часть кабинета, которая вот собирается, когда какой-то кризис развивается в сфере безопасности, и надо принимать срочные решения с возможными далеко идущими последствиями. Ну и решили, видимо, выбрать вот такой вариант. Убийство Фуада Шукара, военного командующего Хизбаллой, казалось таким ответом не слишком сильным, адекватным, который, наверное, вынудил бы Хизбаллу потом что-то тоже предпринять, чтобы своим последователям объяснить. Мы это не простили, и, наверное, это еще произойдет в будущем. Но в Вашингтоне, как я понимаю, испытали некоторые облегчения, когда это произошло, что не пойдет слишком далеко дело, не будет полномасштабной войны. Все опять ограничится вот такими ударами местного относительного значения. Но убийство Исмаила Хании – это, конечно, уже другой уровень совершенно и рискованный шаг, как мне кажется, со стороны Израиля, который может иметь как раз далеко идущие последствия. Дело в том, что Исмаил Хания, он был неким посредником, связующим звеном. Не напрямую, разумеется, напрямую никогда с ним израильтяне не стали бы разговаривать, но через Катар они с ним фактически общались по вопросу о возможном освобождении заложников, обменах на заключенных палестинских и так далее. Теперь, когда это звено уничтожено, то, видимо, уже никаких переговоров на этот счет быть не может и не будет. И вполне вероятно, некая эскалация в Газе. И даже можно предположить, что ситуация с заложниками совсем станет безнадежной, с израильскими, и единственный способ их спасти, наверное, уже теперь силовой. То есть просто вот если Цахал сможет их разыскать и живыми освободить. Даже для некоторых из них, если не для всех, это может быть своего рода смертным приговором. Поэтому насколько продумано это решение премьер-министра Натаньяху, не знаю. Трудно мне сказать, но, наверное, как-то это все аргументировалось. Дальше довольно, по крайней мере, в краткосрочном плане случившееся будет иметь негативные последствия в Иране. В том смысле, что Масуд Пизышкен, новый президент, который, как рассчитывали на Западе, по крайней мере, может оказать некое смягчающее воздействие на внешнюю политику Ирана, сдерживаться в какой-то мере, разумеется, понятно, что не в полной иранских ястребов. Вот он сейчас, после того, как он так прекрасно общался с Ханей, обнимались, целовались они там буквально за несколько часов до его убийства, после этого, конечно, Пизышкен, и это уже происходит, вынужден изображать и себя ястреба, и делать всякие воинственные заявления в адрес Израиля. И, главное, вся вот эта его потенциальная роль, смягчающая нравы в политической элите Ирана, на которую надеялись, насколько это реально, это другой вопрос, они вообще можно, наверное, на ближайшее время забыть. На ваш взгляд, сама по себе ликвидация лидеров каких-то группировок, даже террористических, насколько она может быть эффективной? Ведь на смену одним лидерам могут прийти другие и завоевать какую-то популярность, и тогда вот действительно такая ликвидация, ну, кроме, может быть, кратковременного пропагандистского смысла не имеет. Исмаил Ханей был таким номинальным главой, лицом, таким благообразным лицом движения Хамас. Он жил в Катаре уже много лет, он общался там, по крайней мере, с арабскими, мусульманскими лидерами активно. А реальное руководство Хамаса вовсе не Ханей. Главный человек там, Яхья Синвар, говорят с диктаторскими, сталинскими такими замашками. Вот говорят, опять же, мы не можем подтвердить это, разумеется, но вот ходят упорные слухи, что именно он настоял на так называемой операции 7 октября, на террористической атаке огромной на Израиль, что даже вокруг него некоторые выражали сомнение, стоит ли это делать, не обернется ли это катастрофой для самого движения. Но вот Синвар вроде как всех прогнул, поддержал его, разумеется, как всегда, Мухаммед Дейв, командующий бригадами из-за Дин-Аль-Касама, то есть это военная организация непосредственно Хамаса. Яхья Синвар пришел на пост главного лидера движения Хамас в секторе Газа, а значит, на самом деле вообще этого движения, то, что, прямо скажем, существование его за пределами сектора – это миф. Так вот, он пришел оттуда с позиции главного начальника Хамасовского, там, ВЧК, КГБ, Гестапо, организации МАДЖД, которая занималась главным образом выявлением предателей, израильской агентуры среди палестинцев. Как говорят, часто фабриковала эти дела, да и не разбиралась особенно. Людей там убивали, пытали и так далее. В общем, такой человек с репутацией палача и с большим количеством палестинской крови на руках. И вот с этой позиции он пришел фактически на позицию самого главного там человека, диктатора фактически, который все уже вот сам решал, особенно не оглядываясь на того же Ханию. Поэтому ликвидация номинального такого главы Хамас, живущего за границей, оторвавшегося уже давно от реалий Газы, она носит действительно символический такой характер и террорист уничтожен. Израиль, видимо, можно утверждать, имел и моральное право это сделать, и даже юридическое, учитывая, что он в состоянии войны находится, безусловно, с движением Хамас. Но с точки зрения практических последствий, это другой вопрос. И есть основания опасаться, что скорее по совокупности последствия будут негативными. То есть и с точки зрения положения в самом секторе газа, и внутри Ирана, и в том, как это отразится на общей расстановке сил на Ближнем Востоке. Ликвидацию лидера политического крыла экстремистской группировки Хамас Исмаила Хани мы обсуждали с политологом-востоковедом Андреем Остальским. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 июля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» по-прежнему сохранялась неопределенность по поводу судьбы нескольких политических заключенных в России, неожиданно исчезнувших из колонии и СИЗО, где они содержались. Только про художницу Сашу Скочеленко, осужденную за то, что она разместила в магазине стикеры о военных преступлениях России в Украине, было известно, что она вроде бы переведена из СИЗО в Петербурге в Москву. Вот что «Голосы Америки» рассказала мама Саши Скочеленко, Надежда Скочеленко. В пятницу утром я получила от Саши письмо, и как-то, знаете, прямо сразу мне захотелось ответить, потому что вот, ну, какой-то вот, я не знаю, это, конечно, глупо говорит там про какие-то предчувствия, но что-то вот мне прям сразу захотелось ей ответить, и моё письмо успело ей пройти. Мне написали вечером, что моё письмо доставлено. А в понедельник мне, конечно, сразу ребята вот из поддержки прислали вот этот скрин, что письмо их не дошло, и потом кто им сказал, что в Москву? Может, это вот, чтобы они отстали? Ну, как бы вот, достоверности, что её куда именно повезли в Москву или ещё куда-то, на какие мероприятия, это, в общем, никто ничего не знает. Ну, как бы вот в пятницу мы обменялись письмами, и там не было ничего такого, что могло вообще раскрывать, приоткрывать, как говорится, эту завесу тайны. И вот теперь, видите, мы видим, что один за другим, я думаю, сейчас просто все адвокаты, все родственники начнут проверять своих людей на местах, что происходит, потому что связь, ну, мы же понимаем, что если девочки вот Чанышева и Фадеева уже в колониях бывают, то просто так этапировать в другую колонию, ну, мы видим, да, что сейчас никакие законы не работают, но кто знает, ну, вообще по правилам, их не могут. Орлов, да, он сначала подумали, что Орлов, он же из СИЗО, он мог пойти на этапирование. Ну, Саша могла пойти на этапирование. Когда, конечно, нам сказали, что она в Москву, нам было очень странно. Но в результате мы, конечно, сейчас, я не могу говорить, да, но вот мы пытаемся ее искать в Москве, но пока никаких результатов у нас нет, ничего мы не знаем. Это была мама российской политической осужденной Саши Скочеленко, Надежда Скочеленко. Фрагмент ее интервью «Голоса Америки» Надежда Скочеленко сейчас находится за пределами России. Ну, а глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова подчеркивает, единственное, что объединяет всех исчезнувших заключенных, это то, что они осуждены по политическим делам. Дело в том, что у всех этих заключенных, у них очень разные стадии их, собственно, кейсов, их дел. Кто-то уже осужден и получил срок, как, например, Ксения Фадеева. 9 лет она отбывала наказанием в Новосибирске. Похожая ситуация, но вообще другая, тем не менее. У Лили Чанышевой, она тоже глава штаба Навального, бывшая, как и Ксения, только она отбывала наказание на Урале, и ее важнейшее отличие в том, что она написала прошение о помиловании на имя Путина. Илья Яшин давно осужден и не собирался подавать никаких прошений, никаких помилований. И речь шла вообще об ухудшении его ситуации, скорее всего, крытая тюрьма. Что касается Олега Орлова, 73-летнего правозащитника, его приговор вступил в законную силу, документы не поступили, и он не должен был еще никак этапироваться. Саша Скочеленко, СИЗО «Арсеналка», ее этапировали в Москву, и это совсем не место отбывания ее наказания. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти кейсы объединяют только, в общем, одно – это все политически. Никаких других общих черт здесь нет. Стало быть, надо сходить и с этого. И можно предположить очень плохое. Например, то, что создается какой-то отдельный лагерь, типа, я не знаю, новый лагерь ПМ-36, там, по образу и подобию. То есть отдельный лагерь для политзаключенных, куда их всех переводят. Но дело в том, что действительно разные стадии дел. Кому-то еще в лагерь, ну, просто не пора по стадии их дела. Поэтому очень похоже на подготовку к обмену. Говорила глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ну и обращает на себя внимание тот факт, что среди исчезнувших заключенных 19-летний гражданин Германии Кевин Лик, осужденный в России по делу о госизмене. Он якобы осуществлял визуальное наблюдение и фотографировал места дислокации российских войск в Майкопе, а затем отправлял фотографии, цитата, представителям иностранного государства. Ну а вчера Александр Лукашенко помиловал еще одного гражданина ФРГ Рика Кригера, который в Беларуси был совсем недавно приговорен к расстрелу по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском. Пресс-служба Лукашенко распространила видео, на котором Лукашенко обсуждает этот вопрос. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 1993 году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей Конституции и законам, последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то что посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. Это было и следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рика Кригера в суде. Ну и человек, который первый мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Это был Александр Лукашенко. Напомню, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену Владимир Путин заявил, что хотел бы возвращения в Россию агента российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного именно в Германии к пожизненному заключению за убийство в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Вы слушаете «Время свободы». Руководство Европейского Союза резко раскритиковало решение Венгрии упростить процесс легализации в стране граждан России и Беларуси, так как это решение может помочь агентам российских и белорусских спецслужб проникать в государство ЕС, большинство из которых входит в Шенгенскую зону, где, как известно, внутренних границ нет. Депутат Европейского парламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичини, считает, что своей политикой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет разрушить единство ЕС. Венгрия и Орбан уже многих и не удивляет своими шагами, которые разрушает, я бы сказала, и Европейский Союз изнутри. Великобритания просто вышла, или часть граждан этого государства голосовали за то, чтобы выйти. Они не хотели быть в Евросоюзе, а Венгрия является сейчас таким локомотивом тех, которые ненавидят, я бы сказала, Европейского Союза. И я думаю, что вот как раз эти шаги поможет России использовать эти каналы для того, от чего мы отгораживаемся как раз. В Украине идет кровавая война, настоящая война, конвенциональная война, а вот весь Европейский Союз, весь демократический мир, я бы сказала, включая и Соединенные Штаты тоже, но особенно Европейский Союз, европейские государства, мы как раз являемся в такой войне, гибридной войне, которую против нас завязала Россия. И это уже не первый год идет. Были и убийства на территориях Европейского Союза и в Германии, и в Великобритании, когда еще Великобритания была членом Европейского Союза и так далее, и так далее. Так что это гибридная дезинформационная война и давление на мнение избирателей во время выборов. Мы видели, как, я бы сказала, впервые, наверное, так ярко Россия интересовалась, Кремль интересовался и даже участвовал в некоторых государствах во время выборов в Европарламент. Так что это уже каждый день мы видим и атаки с мигрантами, и разные инструменты используются. Так что Кремлю это подарок. Такой канал, через которого может приезжать и спецслужбисты, и что хочешь. Наверное, это случилось после встречи Орбана с Путиным. Я не знаю, что там, какие обещания были, что они согласовали, что такое, но коррупционный такой запах от этих связей с Кремлем мы тоже все чувствуем. У нас на договорах нету такого ясно выраженного решения, чтобы были очень такие выраженные статьи по поводу исключения одного или другого государства из Европейского Союза. И, кстати, все надеются, что раньше или позже венгерский народ, если там будут демократические процессы, изменит свою власть. Будет изменения какие-то. И поэтому пока что никто не решается судить или исключить весь народ венгерский из Европейского Союза. Но такие уже мы слышим заявления. Вот недавно вице-министр иностранных дел Польши такой вопрос спросил просто громко про то, почему Венгрия в Европейском Союзе, если Орбан так ненавидит этого Европейского Союза и делает все, чтобы разрушить его изнутри. Так что будет новая комиссия с новым составом. Будет новый совет с новым составом. И я думаю, что раньше или позже этот вопрос будет стоять очень высоко на повестке дня. Мнение депутата Европарламента, бывшего министра обороны Литвы, Расы Юкнявичини, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и последняя сегодня тема. Ровно 80 лет назад в небе над Средиземным морем пропал самолет, которым управлял французский пилот, автор знаменитой сейчас на весь мир повести сказки «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзупери. В память о нем рассказ нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого, подготовленный в 2006 году к 60-летию первого появления «Маленького принца» в книжных магазинах Франции. Антуан де Сент-Экзупери прожил всего лишь 44 года. Он родился на заре 20 века в 1900 году и не вернулся из боевого вылета в 1944. До освобождения Франции оставался всего лишь месяц. Отец его, потомок знатного рода, был простым страховым инспектором в Лионе. После смерти отца Антуан перебрался вместе с матерью в родовой замок на морском побережье, а после окончания колледжа отправился в Париж, было ему 19 лет, и поступил в Бозар, Академию художеств, на архитектурное отделение. Но архитектором ему стать не довелось, он страстно увлекся небесами, пилотажем и дальними перелетами. В 1926 году была опубликована его первая новелла, само собой под названием «Летчик», и обе страсти выровняли его жизнь, как два крыла — небо и литература. Его записки пилота, ночной полет и «Земля людей» стали современной XX веку приключенческой литературой, причем, что важно, основанной на личном опыте. В американском изгнании, Франция оккупирована, Сент-Экзюпери провел три года, отсюда и критика маленького принца, который был принят рецензентами с прохладцей. Эту сказку-притчу называли и литературой, изгнанием и бойскаутским текстом, и критикой американского общества. На самом деле Сент-Экз тяжело переживал разлуку с родиной и мечтал лишь о своей эскадрилье. Альбан Серезьер, биограф Антуана де Сент-Экзюпери, выпустивший к 60-летию маленького принца в издательстве «Галимар» историю создания этого шедевра, жил-был маленький принц. Несомненно, сегодня маленького принца мы читаем и оцениваем в ином контексте. Но правда заключается в том, что в исторической перспективе это произведение пропитано тяжестью изгнания. Сент-Экзюпери был парализован бездействием и мечтал лишь об одном – вернуться в Северную Африку и присоединиться к товарищам по оружию, вновь стать пилотом эскадрильи воздушной разведки. Поэтому-то ему и жилось не так уж сладко. Добавим, что он постоянно был в центре споров соотечественников-изгнальников в США. Его, увы, не понимали. Не понимали, что вынужденное бездействие было для него мукой. Что касается маленького принца, то ему не удалось переубедить людей. Если говорить о попытке спасения человека, то сказка – это более чем пессимистическая. Она лишь попытка сопротивления, попытка сдерживания. Но «Маленький принц» – это книга послания. Если сам маленький принц решает покинуть этот мир, который не для него, который ему не подходит, мир, в котором все, в общем-то, суета, то все же его послание, интуитивное и эмоциональное, мерцает на фоне этого нескрываемого пессимизма. Альбан Серезьер – биограф Антуана де Сент-Экзюпери и автор исследования «Жил-был маленький принц». Когда разговор заходит о тираже, или точнее, тиражах маленького принца, цифры возникают совершенно головокружительные. «Маленький принц» остается самым переводимым в мире литературным, это стоит подчеркнуть, произведением. Книга переведена на 160 языков. «Любти Пранс», «Маленький принц», к примеру, переведен на язык Зулу. Самый последний, самый недавний перевод был сделан на арамейский язык. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот почтовых линий в мирное время, пилот, исчезнувший в небе, оставил нам письмо, которое мы не устаем читать. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».